Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в StarStable Online. Посмотрим, что же принесет в себе приезд цитадели наездника Томпсона, какие квесты и деяния нужно будет ежедневно выполнять, что находится в самой цитадели, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Вернулся Хэллоуин, а значит и вернулись все ежедневные задания, связанные с ним, такие как, к примеру, Воронка Призраков. Если вы видите на Юрвике данную воронку, обязательно скачите прямиком к ней, там будет призрак со своими заданиями, за которым вы получите осколки душ. Около Морланда появился знакомый таинственный портал, но и не только здесь. Теперь по всей карте порталы открыты для вас и приветствуют в своей цитадели. Они отображаются вот такими классными тыковками. Вы можете зайти в цитадель в любой из этих порталов, но учтите, что когда вы из нее выходите, вы также возвращаетесь из того же самого портала, через который зашли. Найди Линд и изучи историю наездника Томпсона. Если пройдешь всю цепочку заданий, связанные с Линдой, то узнаешь, откуда произошел наездник Томпсон, что это был за человек и что же это за его магическая лошадь. С возвращением, любимая цитадель, мы по тебе скучали. Я думаю, все фанаты Хэллоуина обожают данную локацию. И Каспа радуется вместе с вами, так как только раз в год она позволяет открыться вратам и принять гостей в своих владениях, за которыми она следит. Ежедневно вы сможете выполнять несколько гонок. Гонка по воспоминаниям наездника, гонка по холму птичьего пугала, которая в этом году была немножечко переделана и стала намного длиннее и намного волшебнее. Также можно отправиться на охоту в поисках безумной тыквы и, конечно же, подземелья и тыквы. Пройдите мини-игру в духе Пэкмана. Очень классные события. К нам вернулись также магические лошади и их питомцы. На данном островке, в цитадели, вы сможете купить себе всех хэллоуинских питомцев. У меня же отображаются только те, которых я не купила. А так, список тут будет очень большой. Лошади, которые здесь продаются, это Пейнт Хорс Лаверна, сестра лошади наездника Томпсона Немайна, Два магических фьорда Пипита и Вудиар, один волшебный Квотерхорст Томхоф, ну и два волшебных магических лохматика или же дикая лошадь Ирвика, Дакс Грим и Сонгсору. Но это не последние лошади, которые нам добавлены на Хэллоуин. На следующей неделе ожидайте приезда двух новых магических хэллоуинских лошадок. Мне кажется, или скоро этому островку будет тесно. Что же есть на площади именно цитадели? Наш дорогой любимый шкафчик на случай, если у вас переполнен рюкзак. Магазин с масками. Он не изменился, как и был. В него были добавлены несколько лет назад вот такие вот венецианские маски, ну а также куча разных хэллоуинских образов и не только. Как насчет стать Фрипом или, к примеру, Миссис Драки, а может быть вообще Стивом? Следующий магазинчик содержит в себе самые старые комплекты Хэллоуина. Это вот такой вот комплект Египет, то бишь Мумия. А потом еще есть комплект просто любителя Хэллоуина, футболка Галлопера Томсона и паутинка со скелетиком. Последний магазин в цитадели «Потустороннее облачение» содержит комплекты прошлых лет, но уже на новых модельках. Именно эти комплекты продавались в прошлом, позапрошлом и позапозапрошлом году. Самые новые по моделькам и самые классные. Но где же новая одежда? Могли подумать многие, к примеру, я была одной из них. Так вот, здесь есть товары за жетоны и вся пока что новая одежда, которая была добавлена на Хэллоуин, она продается исключительно за осенние жетоны. Таким комплектом является комплект Уэнсдэй, который называется комплект Готической Академии, и комплект Шотландской Бунтарки. Очень интересные сеты, классные темные оттенки, но здесь также вы можете поменять и прошлогодние элементы амуниции и одежды. Рядом с тыковкой есть девушка-призрак, у которой ежедневно вы сможете обменивать осколки души на жетоны. Ну и не забывайте, что призраки тоже являются фанатами The Mascreens. Здесь вы можете купить ее маску этой группы и футболки. Есть еще один магазин, который спрятался под лестницей, в нем тоже продаются относительно старые комплекты Хэллоуина, вот такие вот разные, но не менее прекрасные. От них веет стариной, и я думаю, те, кто обожают такие цвета и немножечко волшебство и магию старого ССО, оценят эти вещички. И не забываем про котел, наш голодный и волшебный котел, в который ежедневно вы можете бросать разные ингредиенты, такие паутина, слизь, яйца паука, монарда, разные осколки душ, чтобы получить разные предметы из другого отдельного комплекта. И, насколько я помню, также там может свариться питомец. Это все, что было добавлено в этом обновлении, надеюсь, оно вам понравилось, и вы будете обожать эту локацию и весь этот Хэллоуин в течение следующих нескольких недель. Но на следующей неделе нам осталось лишь дождаться молшебных магических хэллоуинских лошадок, топ от которых уже доносится вдалеке. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!